Новаторский, комплексный, эстетичный, свободомыслящий, хаотичный, вызывающий доверие, революционный, радикальный, быстрый, немецкий. Это Баухаус, верно? Баухаус Спустя сто лет идеалы Баухауса еще актуальнее, чем были в то время. Сто лет назад Баухаус поднимал вопросы о другом будущем. Как мы будем учиться, как мы будем жить в будущем. Баухаус оказал влияние на мир в самых разных областях. Баухаус стремился создать универсальный язык дизайна. Все должно было иметь идеальную высоту и идеальный размер, чтобы это можно было оптимально использовать для людей. Они хотели преодолеть разрыв между ремесленниками, дизайнерами и художниками. Баухаус – это легенда. Харизма и магия художественной школы проникают и в наше время. Будучи исторически только коротким эпизодом, Баухаус до сих пор определяет современный мир. Новая педагогика, архитектура, живопись, танцы, дизайн – в Баухаусе все испробовали, на всем учились. Всему учили, все прославляли. После захвата власти Гитлером и закрытия школы, ее художники, архитекторы и мыслители эмигрировали. Они распространяют учения Баухауса, его идеи по всему миру. В чем секрет такого успеха? Мир Баухауса. Кот. Инга и Лори хорошо вписался бы в движение Баухауса. Британско-нигерийский дизайнер мебели колесит по родному Лондону в поисках вдохновения. В автобусе я всегда сажусь у окна на верхнем этаже. В Лондоне стулья повсюду. Здесь мог бы стоять стул, и там тоже. Я все время смотрю по сторонам. Ты же не знаешь, где можешь найти. Мне это очень нравится в моей профессии. Сегодня в уличном рейде дизайнеру не повезло. Поэтому он продолжает поиски в секонд-хенде. Бамбук. Тоже красиво. Вот это тоже довольно круто. Первый шаг – искать и найти стул. А затем в моей голове возникает какая-нибудь история об этом стуле. Этот стул из 40-х или 50-х, верно? Старый стул. Не очень. Инка и Лори берут только те предметы мебели, при виде которых ему в голову приходит какая-нибудь история. Он проектирует интуитивно. Мне нравится мебель с характером. Вот здесь характер очевиден. Мне нравится, что здесь использовали разные материалы. У меня определенно есть масса идей по поводу цветовой палитры, потому что это мне нравится. Я присматриваюсь к каждой детали. Здесь я думаю о льве в джунглях. Это можно покрасить в зеленый цвет. Для меня это лапы льва. А это напоминает мне музыкальный инструмент. Может быть, гитару. Интуитивный дизайн, широкий спектр материалов, форм и цветов. Это Баухаус. В 1919 году архитектор Вальтер Гропиус основал в Вейморе школу Баухаус. К нему присоединились самые известные художники того времени. После катастрофы Первой мировой войны они вместе хотят придумать новый мир. Новый мир нуждается в новом типе дизайнера, считает Вальтер Гропиус и начинает с педагогики. Так называемый подготовительный курс является обязательным для всех студентов. В его рамках они изучают основы ремесла и дизайна. Подготовительный курс разрабатывает швейцарский художник Йоганнес Иттен. Вместо того, чтобы копировать образцы, он позволяет студентам экспериментировать с формами, цветами и материалами, развивая навыки интуитивного дизайна. На выбор цвета и формы в Баухаусе влияют такие художники, как Пауль Клей и Василий Кандинский. Основные цвета – красный, желтый и синий – и формы – квадрат, треугольник и круг – стали своего рода кодом Баухауса. Художественное ателье Йенке и Лориса – это мир, полный красок и форм. Я изучал производственный дизайн и дизайн мебели, соответственно, имею диплом по этим специальностям. Многому я научился сам. Изучали мы, скорее, теорию, много историй и искусств. Мы изучали Баухаус, дизайн, искусство фотографии. Своими руками мы мало чего делали, а жаль. В Баухаусе практическая работа в мастерских по дереву, в декораторском цеху, в керамических мастерских была основой обучения. Йенке такое понравилось бы. При помощи стульев он рассказывает свои истории. Я понял, почему мои родители так любят Нигерию, и что значит быть африканцем. Черный британец в Лондоне. Сколько в этом силы. Это наследие делает меня сильным, потому что не каждому дано быть сразу чернокожим, нигерийцем и англичанином. Я хочу рассказать свою историю заново, используя нигерийские притчи. Есть интересная история. Я недавно узнал, что университет в Ифе был построен израильским архитектором, который учился в школе Баухауса. Меня поразило то, что Баухаус действительно существует в Нигерии. Одна лишь эта мысль делает меня счастливым. Когда я разместил фотографии в Инстаграм, люди были очарованы. Университетский кампус Ифе в Нигерии был построен в 60-х годах прошлого столетия израильским представителем Баухауса Ария Шароном. Да, про Африку было что-то еще. Это похоже на африканское кресло. Здесь определенно есть африканское влияние. Действительно, он так и называется — африканский стул. Эскиз был выполнен представителем Баухауса Марселем Бруером. Текстильное оформление выполнила Гунта Штельцель. Смотри, он называется «Африканский стул». Я так и сказал, еще не прочитав подписи. Мне тоже очень нравится Марсель Бройер. И я думаю, что у меня даже есть копия одного из его стульев в мастерской. Он мог бы быть и настоящим. Я купил его в секонд-хенде, в Чизике. Мне нравится эта текстура ручной работы. Это бамбук. Он просто великолепен. Абсолютно понятный дизайн. В 1925 году, после переезда в Дессау, успех Баухауса набирает обороты. Внутри этого стеклянного перехода у Вальтера Гропиуса был свой кабинет. В его поле зрения вся территория школы. Ничто не ускользает от шефа. В том числе и бурная студенческая жизнь в мастерской по соседству. Сегодня здесь больше нет студентов, но по-прежнему есть шеф. Клаудиа Перн. Конечно, Баухаус был немного сумасшедшим. Это нужно признать. Даже если сегодня вы посмотрите на одно только здание школы Баухауса, станет ясно, насколько радикально все это было. А потом, конечно, девушки с короткими стрижками и парни, и все такие расслабленные. Я думаю, что все это очень провоцировало. Все в Баухаусе должно было быть воздушным и прозрачным, с открытыми стальными конструкциями и массой стекла. Для Гропиуса было очевидно, что он живет в новом времени. А новая эра нуждается в новых формах и новых сценариях совместной жизни. И хотя он видел это повсюду в промышленности, в архитектуре, эта идея еще не была полностью воплощена. Новый, понятный язык дизайна возникает в мастерских Десао. Вальтер Гропиус проектирует дома для преподавателей Баухауса и их семей. И начинает их строительство в 1925 году. Во время Второй мировой войны дома Вальтера Гропиуса и Ласла Мохойнадя были разрушены, а восстановлены в 2014 в современной интерпретации. Это так называемые артефакты. За дизайн интерьера одного из этих артефактов отвечал Олаф Николай. Мохойнадь художник, который много внимания уделял свету. Свет играет особую роль в этих домах. Поэтому я сделал ставку на свет и задался вопросом, как свет в качестве определяющего элемента может стать ощутимым для посетителя. Ощущать свет вы можете через преломление. Поверхность артефактов стала моей экспериментальной площадкой. Я подумал, что нужно работать с тем, что уже есть. Я также хотел подчеркнуть элемент ремесленничества, который играл большую роль в Баухаусе. Яркий тому пример покрытия стен штукатуркой. Поэтому я создал четыре типа штукатурки, штукатурные растворы из мраморной пыли с гранулятом разного размера. В результате нанесения разного вида штукатурки и отражения света возникают игры теней. Дом становится источником возникновения картин. Какого-то одного Баухауса нет. Движение было настолько разносторонним, что нет чего-то, чего не было бы там. У них был Пауль Клея, у них был Оскар Шлемер, у них был Ханес Майер, у которого была определенно социалистическая программа, мисс Ван де Роя, который даже слышать ничего не хотел об идеологиях и говорил, что речь идет исключительно о дизайне. У них даже были люди, которые объявляли занятия йогой обязательными. И что самое удивительное, что происходит, если дизайн становится универсальной концепцией того, что мы называем жизнью. В Японии качественный жизненный уклад традиционно играет важную роль. Эстетические ощущения, стремление к ясности и простоте близки языку дизайна Баухауса. Минималистическая японская эстетика сильно повлияла на немецкую художественную школу. Токио – один из крупнейших мегаполисов в мире. Здесь проживают около 40 миллионов человек. Жилой площади мало, и она дорогая. Мио Цунияма принадлежит к молодому поколению японских архитекторов, которые ищут новые концепции жилья. Вы не можете заглянуть внутрь дома. Здесь все очень закрыто, очень изолировано. Люди никогда никого не приглашают в гости. Ни друзей, ни даже семью. Я думаю, что соседи вообще не знают друг друга. Мио Цунияма хочет перемен. Мне нужно переосмыслить роль архитектора, так как я должна понимать город и искать новый путь, как жить в Токио. Поэтому я предложила совершенно новую альтернативу классической токийской однокомнатной квартире. Строительный проект семьи Хаяши радикальный по японским меркам. Инициатива исходила от тогдашней девушки Кания Хаяши и сегодняшней его жены Чи. Ее квартира была совсем маленькой. Студия 20 квадратных метров. Туалет, душ, ванна, кухня. Все на крошечном пространстве и не разделено. Так она и жила, как и многие другие японцы. Но она любит готовить. Ей иногда хочется отдохнуть на диване, посмотреть телевизор. Это было невозможно. Когда мы нашли этот дом, то наконец-то появилось пространство для всего этого. Но для нас, одних, дом был слишком велик. Поэтому мы решили спроектировать дом на несколько семей. Дом, в котором вместе живут люди, которые не состоят в родственных связях. И, тем не менее, вынуждены выстраивать друг с другом отношения. Мео превращает старый дом в дом для семи человек. То, что семья не может себе позволить в одиночку, становится доступным для группы. Это реакция на экономическую и социальную ситуацию. Экономические показатели снижаются. Работу найти сложно. В каком-то смысле у молодых людей нет уже таких хороших предпосылок, как у их родителей. Поэтому они начинают действовать. Мео тщательно измерила пространство, чтобы использовать его по максимуму. На втором этаже коридор ведет к маленьким спальням. Здесь много света и есть переход между частным и общественным пространством. Мы используем эту нишу, чтобы посидеть здесь. Здесь мы можем поставить свои вещи. Таким образом, частное пространство распространяется до сих пор. Личного пространства мало. В пользу общего. Многофункциональная гостиная – это не просто место встречи жильцов. Она открыта и для соседей. Чтобы больше проводить времени вместе, в Токио – городе, который становится все более анонимным. Мео руководит успешным архитектурным бюро, где работают ее муж и небольшая команда. Немецкий Баухаус оказал на нее влияние. Во время учебы Мисс Ван де Роа стала для меня главным источником вдохновения с точки зрения используемых им материалов. Кроме того, все выглядит очень просто и понятно, но на самом деле это не так. Соотношение между внутренним и внешним комнатами и мебелью – все согласовано. Это похоже на магию. Отношения у школы Баухауса и Японии были близкими с самого начала. Этот дом 30-х годов прошлого столетия был построен Ивао Ямоваки, который учился в Баухаусе. В 1954 году Вальтер Группиус посетил недавно основанную школу дизайна Кувасава в Токио. В книге «Отзывов посетителей» он написал «Здесь я нашел настоящий дух Баухауса». Когда Мио планирует новый проект, она всегда заглядывает сюда. В книгу представителя Баухауса Эрнста Нойферта. Оригинальное издание находится в Веймаре. За переиздание международного бестселлера отвечает архитектор Йоханнес Кистер. К Нойферту всегда обращаются, когда речь заходит о разработке новой строительной задачи. Книга уже переиздавалась 42 раза, переведена на многие языки мира. В строительном проектировании перечислены все размеры, которые нужны архитекторам. От высоты расположения дверной ручки до угла наклона тела над столом, когда человек накрывает на стол. Эрнст Нойферт делал точные замеры во время выполнения людьми различных действий в их повседневной жизни и переносил данные в идеальные пространственные условия. Измерение человека – не выдумка Баухауса, но радикальность подхода Баухауса в измерении всего – архитектуры, пространства, взаимного расположения предметов и в создании типологии на основе этих замеров. Книга вышла в свет в 1936 году, через три года после того, как в результате давления со стороны национал-социалистов школа Баухаус закрылась. Тем не менее, стандартизированные измерения Нойферта вписываются в систему тоталитаризма и присваиваются национал-социалистами. После войны книга Нойферта, освобожденная от идеологии, становится бестселлером. Сегодня его книга стоит в архитектурных бюро по всему миру. Его учение универсально. Что нужно для лифта, сколько места нужно на кухне, например, в большой кухне, в столовой. Как вычислить габариты, какие факторы взаимосвязаны. Это ведь удобно, не так ли? Если вам нужен специальный стандарт в строительстве, в этой книге вы найдете основные параметры. Нам нужны эти знания, но запомнить все это невозможно. Так что эта книга практически как часть нашего мозга. Измерение людей, деятельности и вещей. Рационализация до мельчайших деталей, чтобы оптимизировать процессы и оптимально использовать пространство. Элемент кода Баухауса, который распространяет свое влияние вплоть до далекой Японии. Берлинский архив Баухауса. Основатель движения Вальтер Гропиус сам проектировал характерное здание. Директор Анна-Мария Еге хранительница его наследия. Они не хотели заниматься обучением просто ремесленников. Целью было создание нового типа художника, дизайнера, который мог все, был универсалом. Он мог быть архитектором или типографом, или художником и скульптором, фотографом. Дизайнер, который представлял универсальные взгляды. Цитата из манифеста Баухауса апрель 1919-го. Архитекторы, скульпторы, художники, мы все должны вновь обратиться к ремеслу. Вместе мы создадим новое здание будущего. Чего они не хотели, так это отдаление. С одной стороны, существует великое искусство, которое создает искусство ради искусства или занимается салонным искусством. И с другой стороны, есть низшее, прикладное искусство ремесленников. Таким образом, важной частью кода Баухауса является единение искусства и ремесла. Тогда, как и сегодня, все начиналось с выбора материала. Здесь около четверти пылевого шпата, четверть кварц и половина каулина. Удивительно, как из такой пыли может возникнуть что-то объемное и что-то твердое. И к тому же, что-то эластичное. Я представляю, как его потом разливают в форму или перекручивают. Материал очень приятен на ощупь. Берлинская команда New Tendency выпускники Веймерского университета Баухауса востребованная студия молодых дизайнеров. Они проектируют предметы быта в традициях Баухауса с четкой функцией и в чистом виде. Их ожидает совместный проект с одной из старейших немецких мануфактур – королевской фарфоровой фабрикой в Берлине – КПМ. Она поставляла свою продукцию еще для прусских королей. Наше производство находится большей частью в Германии. Причина – высокое качество и близость мастерских, что позволяет их при необходимости посетить. Это интересно для нас, как для дизайнеров. Это немного возвращает нас к ручной работе и наводит на совершенно новые мысли. По сей день мануфактура производит весь фарфор вручную. Мастера по керамике веймарского Баухауса тоже разрабатывали практичный и современный фарфор для этой берлинской мануфактуры, начиная с 1929 года. К столетнему юбилею Баухауса студия New Tendency должна придумать дизайн тарелки для королевской фарфоровой мануфактуры. Как только вы начинаете, все быстро исчезает. Возможно, вам видно, как быстро все вращается. Это действительно вопрос доли секунд. Сегодня они представляют свой макет главному дизайнеру мануфактуры. Когда смотришь спереди, то это выглядит хорошо, потому что можно играть со светом и тенью. Этот индустриальный и не декоративный элемент контрастирует с изяществом фарфора. Нам это показалось интересным. Это немного напоминает мне фотографии Баухауса. Игра со светом, тенью и пространством — это те темы, которые также интересуют нас в дизайне. Концепция New Tendency создавать полезные и качественные продукты, сохраняя независимость от массового рынка. Ремесленная работа имеет свою цену. Этот дизайн может позволить себе не каждый, но дела идут хорошо. Даже на международном уровне есть много заказов из США и Англии, а также из Кореи и Японии. Есть люди, которые имеют сходное чувство эстетики. Таков дух Баухауса. Хороший продукт — это качественная работа ремесленника плюс художественное своенравие. Суть харизмы Баухауса «Гропиус хотел синтеза». Сегодня это реальность. Все делают все. Границы между дисциплинами стираются. Теперь должна создать вакуум. материал смягчается. можете увидеть, как он плавится. И он плавится очень-очень быстро. Поверхность выравнивается. Готово. вакуум. И вот как выглядит итоговая палитра. Думаете, здесь производится продукция для автомобильной промышленности? Нет. Здесь рождается мода. Кася Кухарска изучает дизайн одежды в Берлине. Это ее выпускная коллекция. Я хотела попробовать изготовить одежду или целую коллекцию, не прибегая к шитью другими способами. Я использовала лазер и клей, чтобы посмотреть, можно ли сшить одежду другим способом, более современным, чтобы уйти от так называемой ручной работы, в сторону работы, выполненной машиной. Вообще-то я пришла из архитектуры. Может быть, поэтому я больше интересуюсь другими методами, более индустриальными или связанными с индустриальным дизайном. Эта идеологическая составляющая Баухауса почти всегда отправная точка для любого проекта. То, что вещи в первую очередь должны хорошо работать или стандартизация. Все каким-то образом имеет идеальную высоту, идеальный размер, чтобы люди могли извлечь из этого максимум. Мне кажется, эта идея очень интересна. Вы можете купить файлы вместо одежды. У вас есть файл, вы загружаете его, и машина изготавливает для вас одежду. Форма брюк смоделирована по примеру мотоциклетных брюк, а используемый материал обивочный материал из автомобильной промышленности. Чрезмерная футуристическая оптимизация функциональной одежды? Это усложнение, и как бы оптимизацию объектов я попыталась перенести на эти вещи. Это своего рода юмористический комментарий. Это не нужно воспринимать всерьез. мотоциклетный название Большое событие пока с мод вечером. Дел еще много. Подходят ли брюки? Нет, вы должны свести ноги вместе. Ты можешь ходить? Да, вроде да. Мне нужно попробовать пройти большее расстояние. Хорошо, тогда иди. Мне нужно еще подождать. Сейчас еще буду сфотографировать. Ваша очередь. Через несколько минут коллекция касси впервые выйдет на подиум. после месяцев работы и диплома в кармане настало время отпраздновать. Дизайн моды между архитектурой и технологией, между аналоговыми и цифровыми возможностями. Междисциплинарный подход является важным элементом кода Баухауса. Одна из формул успеха Баухауса заключается в том, что у них хватило смелости собрать вместе настолько разных людей. Возьмем только преподавательский состав. У них с точки зрения стиля ничего общего. Это были совершенно разные типажи людей, совершенно разные характеры. И Гропиус, я полагаю, понимал, что только в этом огромном разнообразии можно найти новые ответы на вызовы нового времени. В Испании находится архитектурная икона Баухауса, которая наглядно это демонстрирует. Это восстановленный павильон Германии в Барселоне работы третьего директора Баухауса мисс Ван Дер Роя. Его построили к всемирной выставке 1929 года. Архитектура и предметы интерьера единое целое. Мебель, включая знаменитый стул Барселона, разработана миссом Ван Дер Роя вместе с Лиле Райх. Разнообразие в Баухаусе было уникальным. В ДСАУ в 1925-м появляется типография и мастерская по выпуску рекламы. Выпускаются первые рекламные плакаты, оформляются выставки. Представитель Баухауса Герберт Байер разрабатывает рекламную типографику, которая решающим образом влияет на Баухаус. Сегодня это называется корпоративным дизайном. Такой корпоративный дизайн захотели разработать в Амане, столице Иордании. Немецкий графический дизайнер и дизайнер шрифтов Ян Гернер получил заказ своей мечты. Я приехал сюда в 2004-м году, будучи молодым студентом, а затем вернулся в 2008-м, чтобы разработать свой шрифт для Амана. Единый для арабского и латинского письма. Работа для муниципалитета Амана была моим дипломным проектом по специальности графический дизайн в Веймарском университете Баухауса. Так, настоящий представитель Баухауса разработал один из первых шрифтов, который может отображать как арабские, так и латинские буквы. Аманский шрифт теперь есть на каждом дорожном знаке, во всем муниципальном транспорте, на сайтах и печатной продукции. Так что мне посчастливилось поучаствовать в оформлении города, повлиять на его внешний облик. В городе можно встретить и модернистскую архитектуру, правда, не всегда в хорошем состоянии. Зато Аманский шрифт на здании культурного центра видно издалека. Но дизайнер не уверен, что это удачный вариант. Я, конечно, рад, что надпись разместили на таком заметном месте во время ребрендинга города, но вообще-то результат полная катастрофа. Мое дизайнерское сердце просто кровоточит. Вот так я это не задумывал. Это все равно, что взять картину или фотографию и растянуть ее. Все совершенно искажено. на самом деле не всем нравится то, что этот заказ получил иностранец. Вообще-то центры дизайна арабского шрифта находятся в Беруте и Каире. А Амман, будучи очень молодым городом, которому только исполнилось сто лет, пока не имеет таких профессионалов. Кроме того, это была моя идея разработать этот шрифт. Вот здесь, по моему мнению, очень удачный пример применения аманского шрифта. Написано на арабском и латыни очень жирным шрифтом. Вот эти углы и края это моя идея. Вдохновило меня ощущение от города. Определенная шероховатость и грубость, которые я отобразил в дизайне. И действительно, многие горожане считают, что этот шрифт отражает их состояние души. Код Баухауса, всемирная формула успеха, был разработан маленькой немецкой художественной школой. Код, который участвовал в изобретении современности. Он был своего рода архитектурным гидом, который помог структурировать быт человека. В междисциплинарной школе, где царили дух свободы и эксперимента, применялась принципиально новая педагогика. В этой школе искусство и ремесло пережили процесс нового прочного единения. После многих лет созидания, вскоре после переезда в Берлин, Баухаусу пришел конец. Под давлением национал-социалистов школа закрылась. 1933 год был, безусловно, нулевой точкой. Баухаус был основан в Веймаре как школа, финансируемая из государственной казны. Она так и называлась «Государственная школа». В Десау она уже стала городским учреждением и в конце в Берлине частным, финансируемым главным образом личным миссом Ван-де-Роа. Но принудительное закрытие школы стало ключом к глобальному успеху. Баухаус был очень интернациональным с самого начала. И благодаря этим международным связям и закрытию школы представителям Баухауса вероятно было легче разъехаться и работать по всему миру. Таким образом Баухаус пришел в Тель-Авив. В период с 1920 по 1940 годы в центре города было построено около 4000 зданий, которые отражали идеи модернизма. В 2003 году этот белый город был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Белый город в пустыне был в значительной степени построен архитекторами, которые учились у Вальтера Гропиуса, Миса Ван Де Роя и других европейцев. В 30-е годы прошлого столетия из-за распространения антисемитизма многие евреи бежали из Европы. В Палестине того времени они внесли свой вклад в создание нового общества. Сегодня многие здания отмечены следами времени и климатического воздействия. Штукатурка отслаивается, некоторые дома обветшали. Но с того момента, как город объявили объектом всемирного наследия, сознание того, насколько ценна архитектура растет. Так называемый дом Макса Либлинга будет перестроен. Здесь откроется израильско-немецкий туристический центр с небольшим музеем. Израильско-немецкий архитектор Шарон Галан Ерон руководит проектом. Давайте посмотрим, что у нас есть из немецких оригиналов. Например, вот эта дверная ручка. И мы увидели, что есть штамп от компании Wehag. Вот здесь, очень мелко. Мы проверили информацию, и действительно, эти ручки производства фирмы, которая изготавливала так называемые ручки Гропиуса. Это было еще тогда, для Баухауса. А это фирма Лёве. И такие примеры можно найти здесь повсюду. Интересно, что мы в строительстве используем много немецких слов, говоря и на еврите. Например, мы говорим немецкое «кант» для слова «край». «Оберкант», «унтеркант». «Соколь» тоже так произносится на еврите. Есть «кратспутс» и «штайнпутс». Простые формы мы называем «шлихт». Иногда смешно слушать еврейских и арабских рабочих на стройке. «Слышишь? Эй, Моша, кратспутс» или что-то в этом роде. Это доказывает то, что здание 1930-х годов привезли сюда. Не только материалы, но и ремесло. Шарон встречается с Шолой Видрих, которая уже много лет проводит экскурсии по белому городу. Она знает все о великих архитекторах, которые придали Тель-Авиву его облик. А что ты скажешь о Группиусе? Группиус говорил, что здание подобно статуям, в которые вы можете войти. Она говорит, что Ханнес Майер сказал, что эстетика не так важна. нужно заботиться о социальных потребностях людей. Ханнес Майер, преемник Группиуса, хотел прежде всего строить для людей. Добился ли он поставленной цели? Применимы ли идеи Баухауса на практике? Или уже нет, и Баухаус – это просто бренд? Подробнее об этом во второй части Мир Баухауса «Эффект». Мистер Субтитры создавал DimaTorzok